Участниками форума «Лидерство – это реальность» стали представители семи соседних муниципалитетов, инициативные жители района, общественные деятели и депутаты областной думы. Основная цель таких мероприятий – обмен опытом между территориями. Мы решили в этом году их делать не в каждой территории, а делать межмуниципальными. Далеко ходить не стали. У нас уже есть наработанная практика 11 территорий кустовых, согласно избирательной тематике, потому что так удобно приглашать всех депутатов, которые выбрались с этих территорий, много чего обещали, много чего делают. Это очень хорошая возможность собраться всем, обсудить обращение губернатора, обсудить приоритеты, что сделано еще раз, потому что, как я сегодня говорила, очень важно знать, что не только жителям Одинцова, что происходит в территории Одинцовского района, например, важно, что делается Можайском, Нарфаминском, между собой это все равно очень важно обсуждать. С 2014 года это уже 42-й форум. Первые проходили под лозунгами «Идеология лидерства, стратегия перемен». 2017 год проходит под девизом «Лидерство – это реальность». За годы работы большая часть предложений была рассмотрена. На таких форумах знают, как найти выход из той или иной проблемной ситуации. По итогам составляется дорожная карта. Это достаточно серьезный, развернутый документ, в котором мы видим, в каких муниципальных образованиях, что звучит острее, с чем ситуация лучше, какие практики мы можем рекомендовать другим муниципальным образованиям, и мы часто это делаем. И на основе вот этой дорожной карты мы ее предоставляем губернатору, губернатор принимает какие-то решения, мы предоставляем ее профильным министерством, и они свой план уже разрабатывают. Ну и, конечно, мы берем на контроль общественных палат и следим за тем, как ситуация изменяется. Профильные заместители министров поделились успехами ушедшего года и планами на этот. По словам Елены Михайловой, заместителя министра образования, в Подмосковье на 23% возросло количество стубальников. Московская область – пятерки лидеров по внедрению в образовательных учреждениях интернет-сервисов, таких как электронные дневники и пособия. Это обновление открывает новые возможности для дистанционного обучения. Для региональных властей в приоритете стоит строительство и ремонт школ и детских садов. Многие территории, в том числе здесь есть школы, которые вы представляете, тоже уважаемые территории, здесь сейчас проходит независимую оценку качества образования. Это новое в Московской области, когда оценивает образование не контролирующий орган, а общественность, общественные советы. Вот уже 388 школ такую оценку независимого качества прошли, подтвердили ее с великолепным результатом. Касаясь темы здравоохранения, на форуме было отмечено, что в Подмосковье благодаря новым перинатальным центрам с современными реанимационными отделениями снизилась младенческая смертность. Также акцент сделан и на диспансеризации. 91 тысячи человек прошли ее именно в субботу. Всего свое здоровье решили проверить миллион жителей. Многие указы президента сейчас у нас направлены на сбережение народа и содержат абсолютно конкретные показатели, которыми мы руководствуемся в своей работе. И действительно, основным направлением нашей работы, одним из основных, как в 2016 году, так и в 2017, является снижение смертности младенческой, смертности от сердечно-сосудистых, заболеваний новообразований, ДТП и туберкулеза. С развернутым докладом о ключевых достижениях Одинцовского района выступил Андрей Иванов. Ряды медиков пополнили 55 врачей и 49 медсестер. По этому показателю район стал лидером в Подмосковье. 2016-й для нашего района стал рекордом по привлечению инвестиций в основной капитал. Приток составил выше 33 миллиардов рублей. В прошлом году были введены в эксплуатацию 4 детских сада. Всего за 3 года в районе появилось 18 садиков. У нас между муниципальными образованиями, между городскими округами и районами существует живая конкуренция. Для нас это дополнительный стимул к тем поручениям, которые мы получаем от правительства, от губернатора, от майских указов президента. Для нас это соревнование здоровое. Для нас это еще дополнительно является мотивацией завышать постоянно планку. Для нас завышает планку губернатор. Мы стараемся не просто соответствовать, но еще и в чем-то каждый из районов быть лучшим. В целом все попадает в рейтинг 50 по всем отраслям, по всем направлениям. И мы там не только в зеленой зоне, но еще и добиваемся таких исключительных результатов. Также общественные деятели смогли задать вопрос чиновникам и сразу же получить на них ответ. Несмотря на то, что проблемы в сфере ЖКХ являются одними из самых актуальных вопросов по этой тематике, было задано меньше всего. Участников форума «Лидерство. Это реальность» волновали такие темы, как здравоохранение, образование и социальная поддержка населения. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».